ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. На российских дорогах выросло число ДТП и погибших в них людей. ГИБДД поделилась статистикой за первые три месяца этого года. Автоаварии в сравнении с тем же периодом 2019-го стало больше на полтора процента. Смертей более чем на 8 процентов. Всего погибли 3340 человек. Чаще всего это водители транспортных средств. На втором месте пешеходы, на третьем пассажиры. Добавлю, что ранее власти страны поставили задачу к 2024 году сократить смертность в ДТП до не более 6000 человек в год. А к 2030 году вовсе свести статистику к нулю. ТРАССА СТО ОДИН В России снова начали продавать несколько моделей Chevrolet. До недавней поры они носили название Ravon, а делают их по-прежнему в Узбекистане. Цены на Chevrolet Spark начинаются от 720 тысяч рублей. Машина оснащается 85-сильным бензиновым мотором и автоматической коробкой. Минимальная стоимость Chevrolet Nexia с полуторалитровым 105-сильным двигателем без малого 700 тысяч рублей. Кобальт обойдется минимум в 750 тысяч. Мотор у него полуторалитровый, 106-сильный. Трансмиссия, механика либо автомат. ТРАССА СТО ОДИН Китайская компания GAC вот-вот запустит в России продажи 7-местного мини-вена GN8. Он позиционируется как автомобиль для деловых людей, что подчеркивается в частности тем, что сидения во втором ряду имеют функцию массажа. Длина машины чуть более 5 метров. Мотор бензиновый, двухлитровый, мощностью 140 лошадиных сил. Трансмиссия, шестиступенчатый автомат. Точная стоимость новинки пока неизвестна, но по некоторым данным она превысится 2 миллиона рублей. ТРАССА СТО ОДИН Из-за коронавируса почти половина российских автомобилистов перестала садиться за руль. Результатами социсследования поделилось издание «За рулем». Что интересно, другая половина водителей, наоборот, стала чаще эксплуатировать авто. Около трети респондентов признались, что в последнее время стали чаще мыть машину, причем с дезинфекцией салона. Каждый десятый опрошенный автолюбитель заявил, что ничего в его жизни не поменялось. ТРАССА СТО ОДИН У граждан Российской Федерации могут начать отбирать автомобили. Нет, не за пьяное вождение, а за то, что находился в свадебном кортеже. Речь идет о Чеченской республике, где действует распоряжение Рамзана Кадырова о том, что в условиях пандемии свадебный кортеж должен состоять не более чем из трех авто. Но местные жители игнорируют это требование, поэтому Кадыров и пригрозил им конфискации машин. Отберем, продадим, а деньги направим на медицину, заявил республиканский глава. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания.